Испечь вкусный домашний хлеб довольно сложная задача, а вот сделать домашние вкусные хлебцы это задача по силам всем желающим. Сегодня я вам покажу, как можно сделать целую гору вкусных хрустящих хлебцев с разными вкусами. Тесто будет одно, а вкусов 4. Садитесь поудобнее, начинаем готовить. Хлебцы готовим на дрожжевом тесте безопарным способом. Тесто очень простое. Я беру пакетик сухих проверенных дрожжей в пакетике 7 грамм. Если берете свежие дрожжи, берем в три раза больше. Наливаю теплую воду. Вода теплая, не комнатной температуры, а такая хорошая, тепленькая. Ну вы понимаете, да? Для дрожжей растворяю в этой воде дрожжи, затем добавляю хорошую чайную ложку соли, 1-2 столовые ложки вкусного растительного масла и насыпаю муку. Для этих хлебцев я использую два вида пшеничной муки. Цельнозерновую, чтобы хлебцы были не только вкусные, но и полезные. И пшеничную высшего сорта, чтобы были вкусные. Все перемешиваю. Замешиваю хорошее, крутое тесто, которое не клеится к рукам. В этом рецепте пересыпать муку не страшно. Хлебцы мы будем раскатывать тонко. Никаких пышных булочек мы не делаем, поэтому и тесто может быть довольно тяжелым. Замешиваю все в хороший, красивый, круглый колобок. И дальше этот колобок оставляю, можно на столе, не обязательно в теплом месте, просто отдохнуть минут на 30. Можно и на 20, если времени у вас нет. Накрываю полотенцем и немножечко это тесто отдыхает, поднимается. А пока тесто отдыхает, вы тоже можете отдохнуть, выпить чашечку кофейку. Итак, тесто отдохнуло. Сейчас я его немножко обминаю на столе. Стол присыпала мукой, чтобы ничего к столу не приклеивалось. И теперь все тесто я делю на 4 части. У меня будет 4 разных вкуса. Одну часть теста я оставляю как есть. Хочу сделать хлебцы натурального пшеничного вкуса, поэтому в них ничего больше не добавляю. Вот как замесила, так его оставляю. Этот кусочек откладываю, он пока отдыхает и ждет своего часа. А с остальными продолжаю работу. Специи, приправы и любые добавки вы можете сыпать в эти кусочки тесто по своему вкусу. Если вы чего-то не любите, естественно, не добавляйте. Осыпьте то, что вам нравится. Вот, например, в этот кусочек теста я решила добавить побольше сладкой паприки. Не копченой, а обычной сладкой. Добавляю внутрь теста, затем в руках это тесто мну, чтобы специя распределилась по кусочку теста равномерно. И затем насыпала еще сверху. Мне хочется, чтобы эта паприка была не только во вкусе чувствовалась, но и чтобы она красиво окрасила кусочек теста. Чтобы он стал, если не красным, то слегка розоватым. У меня, собственно, это и получилось. В следующий кусок теста я насыпаю такую приправу. У меня есть приправа, которая называется царская. Она острая, с карри, с куркумой, с чесноком, острым перцем. Там много всяких приправ. Мне захотелось сделать эти хлебцы острыми и желтыми, поэтому дополнительно я еще насыпала куркумы и тоже заворачиваю специю в тесто. В руках все это обминаю и тесто получается красивого желтого цвета. Ну и в последний кусочек я решила добавить совсем простые специи. Смесь молотых перцев, кориандр и сухой чеснок. И тоже все это помяло в руках и откладываю. Даю тесту отдохнуть буквально 10-15 минут, чтобы оно стало эластичным и хорошо раскатывалось в тонкий пласт. Пока я занимаюсь тестом, моя духовка разогревается до 180-190 градусов. Можно и до 200 разогреть, но тогда далеко от плиты не отходим, потому что хлебцы будут готовиться очень быстро и важно, чтобы они не сгорели. Чем тоньше будете раскатывать кусочек теста, тем хрустящей получится ваши хлебцы. И наоборот, если кусочек будет потолще, например 3-4 миллиметра толщиной, то он будет в каких-то местах хрустящий, в каких-то мягкий, а в некоторых вздуется и получится пустая полость, что тоже имеет свою прелесть. В общем, они получаются очень разные, в зависимости от толщины. Можно раскатывать скалкой кусочек теста, а можно растягивать руками. Здесь как вам будет удобнее и сподручнее. Вдруг вы скалку не хотите доставать из шкафа, поэтому можно вполне растягивать руками и все получится как надо. Вот такие кусочки теста разного цвета и вкуса получаются. Раскатываю, выкладываю на противень и отправляю в духовку до красивого цвета. Ничем не смазываю, сухие вот как есть, так они и выпекаются. В итоге из небольшого кусочка теста получается много разных вкусных хлебцев. Каждый со своим ароматом, цветом и вкусом. Мне кажется, что из этой горы вкуснятины каждый найдет себе что-то интересное. Вот этот хлебец желтый с куркумой и карри. Он был чуть-чуть потолще, поэтому в некоторых местах вздулся. Этот с красной сладкой паприкой. Он вообще надулся весь, несмотря на то, что я его сделала чуть-чуть толстоватым. А вот эти я делала совсем тоненькие. Это или без всего, или с перцем. Тут по внешнему виду тяжело определить, какой из них какой. Но тем не менее, он тоже, посмотрите, пошел такими небольшими волдырями по всей поверхности хрустки. Очень они получаются вкусные, совершенно разные и по текстуре, и по вкусу, и по цвету. И каждый найдет себе свой любимый вкус. Приготовьте и убедитесь сами в том, что это действительно вкусная, хорошая и полезная замена любым покупным хлебцем. Здесь вы хотя бы знаете состав и можете сами его регулировать и контролировать. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь, ставьте лайки, давайте дружить! Увидимся с вами совсем скоро, в новом видео! Всем пока!